В Люберцах обсудили итоги завершения регистрации кандидатов для участия в предварительном голосовании от «Единой России». На вопросы журналистов ответили члены окружного избирательного штаба, депутаты Мособлдумы Игорь Каханы и Дмитрий Дениско, а также исполнительный секретарь местного отделения партии Георгий Николаев. «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая проводит предварительное голосование. Любой кандидат, желающий выдвигаться на основных выборах, обязан участвовать в праймерис. Такой механизм позволяет отбирать самых эффективных кандидатов. «Партия должна быть уверена, что делегирует на выборы самых лучших своих представителей. Поэтому эти выборы, предвыборы, они проходят внутри партии, чтобы уже в сентябре на выборы пошел самый лучший, самый достойный кандидат». 13 мая закончился прием заявлений от желающих принять участие в предварительном голосовании. В городском округе Люберцы утвердили более 100 кандидатов по 8 избирательным округам. «9 марта начали регистрацию кандидатов. То есть люди могли подать свои документы онлайн и могли подать свои документы, придя сюда очно, в наш исполком. Здесь уже, с правовой точки зрения, необходимо было собрать определенный комплект документов. По моему наблюдению, никаких проблем у кандидатов с предоставлением документов не было». Предварительное голосование пройдет в этом году исключительно в онлайн-формате на платформе сайта «Единая Россия». Выразить свою гражданскую позицию жители городского округа смогут с 23 по 29 мая. Первые результаты будут обнародованы уже 30 числа. «Последний день регистрации он за два дня до окончания самого предварительного голосования заканчивается. То есть он заканчивается 27 мая. Что важно знать, что если люди не подумали, что 23-го уже идет полным ходом предварительное голосование, он может до 27-го зарегистрироваться и до 29-го проголосовать». Выборы в Совете депутатов городского округа Люберцы пройдут 11 сентября этого года. Для волеизъявления граждан подготовят 173 избирательных участка.